Добрый вечер. В прямом эфире новости на телеканале НСИ, в студии Александр Дьяков. И в начале выпуска главные события дня. Специалисты профильных ведомств и активисты Народного фронта обсудили экологические проблемы в Красноярске. Что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию? Все-таки должна проводиться модернизация производства. Должно устанавливаться более эффективное газоочистное оборудование, которое бы позволяло снизить выбросы. Синоптики обещают плюсовые температуры в Красноярске. В это воскресенье возможен первый в этом году дождь. Как долго в крае продержится тепло? Среднесущие температуры в этот период будут выше среднемноголетних, примерно на 12-14 градусов. Премьера новой рубрики, в которой мы будем рассказывать о разработках краевых ученых и изобретателей. Сегодня о клонировании деревьев. Для чего это нужно? Очень сильно надеемся, что и верим даже, что мы, проделая весь этот процесс, начиная от клетки до полноценного растения, мы все-таки клонируем кедр. Необычная караоке-битва в Красноярске. Кто заревновался в вокальном мастерстве и как звучат популярные песни в классическом оперном исполнении? Депутат законодательного собрания края Владимир Седов задержан по подозрению в получении взятки. Это произошло накануне вечером. Известно, что спецоперацию проводили сотрудники регионального управления ФСБ. По пока неподтвержденной официальной информации наших источников, сумма взятки составила полтора миллиона рублей. И якобы деньги народному избраннику передали застройщики одного из пригородных коттеджных поселков за содействие в решении неких вопросов. Владимир Седову 31 год. Он был избран в краевой парламент по Ачинскому одномандатному округу номер 11. Входит в состав комитетов по госстроительству, местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества, а также по здравоохранению и социальной политике. Какие-либо комментарии в управлении ФСБ обещали дать только в понедельник. Одной из главных тем в Красноярске остается экологическая обстановка. Сегодня специалисты природоохранных ведомств обсуждали, почему над городом зависает смог и что нужно сделать, чтобы жителям краевого центра стало легче дышать. С подробностями Анна Московских. Небо над Красноярском наконец-то очистилось от дымки. Но остались вопросы, что это было и как с этим бороться. Все заинтересованные ведомства и общественные организации собрались, чтобы подвести итоги и поделиться своими предложениями. В первую очередь обсудили причины возникновения неблагоприятных метеоусловий. Руководитель Красноярского гидрометцентра Владимир Еремин представил статистику. Самым благополучным был 2009 год. Тогда дымка покрывала Красноярск всего 10 дней. Антирекорд установил 2015-й. Режим НМУ вводили на 67 дней. Правда, год нынешний наверняка имеет все шансы его побить. Неблагоприятные метеоусловия держались больше 20 дней из 36 прошедших. Всему виной особое природное явление, говорят синоптики. У него и свое название есть – сибирский антициклон. Возникает блокирующая ситуация, которая ограничивает нашу территорию от поступления Атлантического воздуха. Блокируются процессы, связанные с активным движением атмосферного воздуха, который способствует переносу атмосферных примесей и рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере. Доклады ведомства заслушивали активисты и общественники, в том числе из Общероссийского народного фронта. Сейчас мы только констатируем какие-то источники загрязнения, только понимаем, что это есть, но тем не менее есть программы, есть программы муниципальные, есть краевые, есть федеральные органы, которые контролируют это, и нам бы хотелось сегодня их услышать именно на предмет того, какие действия предпринимаются. О конкретных мерах тоже говорили. Так, Росприроднадзор совместно с природоохранной прокуратурой в период установленного режима неблагоприятных метеоусловий провели проверки на восьми предприятиях. По двум предприятиям не достигнуты были показатели по выбросам, которые они для себя прописали. Но это не значит, что они превысили предельно допустимые выбросы. То есть они работали в тех границах, которые сегодня законодательство ему позволяет, но так или иначе с введенным режимом они показателей не достигли. Сейчас, соответственно, принимается решение, каким образом административно повоздесят на предприятия, чтобы в дальнейшем эти предприятия эти режимы соблюдали. Для проверки как раз вот этих вот малых и средних предприятий, которые у нас на учете, как правило, нигде не состоят, но при этом на промзонах, это Советский и Ленинский район, достаточно большое сосредоточение предприятий, которые осуществляют деятельность по деревообработке, шиномонтажные мастерские, малые предприятия по металлообработке, и, естественно, допускаются случаи сжигания, то, что они не могут отходов. В таких случаях сиривой уже принимались меры. Также накануне в Красноярске возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха дымом от горящей свалки на Енисейском ЦБК. В ходе проверок установили, что тлеющие опилки выделяют токсичные вещества, которые отравляют жизнь людям в Ленинском районе. В ходе обсуждения звучали и предложения, как можно улучшить ситуацию. Все-таки должна проводиться модернизация производства, должно устанавливаться более эффективное газоочистное оборудование, которое бы позволяло снизить выбросы не только в период ММУ, а вообще идти на снижение выбросов. А может быть предложить автолюбителям альтернативу и на период ММУ отказаться от использования личного транспорта. И может быть использовать общественный транспорт, тот, который экологически чистый. Обсуждение экологии краевого центра продолжилось на профильной комиссии городского совета. В центре внимания депутатов передвижная экологическая лаборатория. Правда, непосредственно к работе народные избранники не могли приступить почти полчаса. Все от того, что долго не было к ворумам. Наконец, первый докладчик, руководитель департамента горхозяйства Игорь Титенков, смог взять слово. Он рассказал, что сейчас передвижная лаборатория не действует. Идет поиск арендатора, который должен взять на себя все работы по ее аккредитации и обслуживанию. Только тогда можно будет оперативно определять состояние воздуха в любой точке города по запросу жителей, которые почувствовали неприятный запах. Как только сделали они замеры, если информация подтверждается и, соответственно, есть основания предполагать, что несоответствие качества атмосферного воздуха, в этом случае эта информация передается компетентным органам, которые осуществляют уже проверку этой информации и делают замеры. Ну, как минимум, Росприроднадзор, Министерство природных ресурсов, Края. Правда, когда это произойдет, непонятно. Конкретных предложений от общественных организаций, желающих использовать лабораторию, в администрацию города не поступало. А бюджетных денег на эти цели пока нет. Анна Московских, Алексей Овсянников. Новости. В Красноярске в ближайшие дни ожидаются плюсовые температуры. По данным гидрометцентра, в субботу днем столбик термометра еще будет на отметке 0 градусов, ночью похолодает до 5 градусов ниже нуля. Пойдет снег, который в воскресенье может смениться дождем. Температура поднимется до нуля. В понедельник обещают плюс один. Но уже во вторник погода начнет меняться. В этот день похолодает до минус 5, а к четвергу будет уже до минус 17 градусов. Среднесуточные температуры в этот период будут выше среднемноголетних, примерно на 12-14 градусов. Значит, пройдет снег и уже к среде ожидаем ночью 12-14 в городе, а днем 10-12. По территории 12-17, по северу до 27. А дневные состоят порядка 11-16, в северу до 25. В четверг также в дальнейшем похолодании. Такие перепады плохо скажутся на дорожных условиях. Скорее всего, будет гололедиться. Это коснется и всех федеральных трасс. В связи с этим дорожные службы переходят на усиленный режим работы. Водители просят быть максимально внимательными и по возможности отказаться от дальних поездок в ближайшие дни. Мы, конечно, переходим на усиленный режим работы, готовы обеспечить дорожной техникой все федеральные трассы в количестве 270 единиц техники. Будем круглосуточно обследовать трассы. Обычно у нас это происходит два раза в день в связи с усиленным режимом работы. Это будет происходить каждые три часа, для того, чтобы мы могли оперативно принять необходимые меры по устранению последствий снегопада, соответственно, вовремя обработать противогололедными материалами. Сегодня премьера нашей новой рубрики, в которой мы будем рассказывать о красноярских ученых и изобретателях. Как клонируют саженцы деревьев, расскажем далее. Красноярских активистов учат быть волонтерами предстоящего экономического форума. Для них проводят специальные семинары, где добровольцы приобретают навыки делового общения и даже изучают основы конфликтологии. Как это может помочь им в жизни, выясняла Алина Штоколова. Вот уже 6 лет волонтерское движение является неотъемлемой частью Красноярского экономического форума. За это время в КЭФ приняли участие больше 2000 молодых инициативных людей. Многим из них это кто бы помогает реализоваться в жизни, кто-то уже даже руководит целым рядом бизнес-проектов. Анастасия Свернина сейчас сама рассказывает ребятам, как стать хорошим волонтером. Впервые она попала на КЭФ в 2010 году и за время своей добровольной работы из рядового активиста выросла до руководителя направления. Под ее ответственностью находились больше 80 человек. Сейчас Настя администратор кулинарной школы. Помимо этого занимается интернет-проектами и пиаром, говорит. Именно на форуме она научилась находить контакт с людьми и принимать правильные решения. В первую очередь работа там, она позволяет научиться взаимодействовать абсолютно со всеми людьми. И именно находить к ним подход. В зависимости от того, какой у него социальный статус, в зависимости от того, какой у него возраст. Соблюдать нужную субординацию и быть тактичным и правильным. Это помогает в жизни, особенно в работе с клиентами. Как у меня сейчас в школе, так и вообще в жизни. То есть очень правильно находить подход к клиентам, привлекать их, потому что вся наша жизнь, а потом бизнес, он в принципе все закручено на людях. Перед тем, как стать волонтером экономического форума, ребята проходят специальное обучение. К слову, на них лежит большая ответственность. Именно они на три дня становятся лицом Красноярского края. Гости видят их первыми, когда только входят в зал. Именно добровольцы помогают им ориентироваться на площадках. При их участии подписываются важнейшие соглашения. В специальной школе волонтеров ребятам рассказывают, как избежать конфликтов, правильно и эффективно общаться с людьми любого возраста и социального статуса и работать в команде. Причем в этом году формат тренингов решили изменить. Совсем нужно отойти от формата лекций, формата сиди, пиши и слушай. И решили максимально вовлекать самих волонтеров, тех, кто проходит образовательные курсы, в то, что происходит вокруг. И все лекции, точнее все мастер-классы направлены как раз на интерактив, на взаимодействие, на то, чтобы в течение школы сформировалась реальная рабочая команда, которая покажет высокий результат на Красноярском экономическом форуме. На Красноярском экономическом форуме будут работать 280 волонтеров. Их возраст от 16 лет и, как говорят сами организаторы, до бесконечности. Например, в этом году принять участие в работе КЭФ захотели люди, которым уже за 60. Для них это возможность интересно провести время и получить заряд бодрости. А вот молодежь набирается опыта. В этом году я стал президентом КЭФ, и сейчас я ввел много новых систем в корпусе, мероприятий провожу, организовываю. И также я хотел бы стать волонтером на КЭФ, чтобы развивать дальше эту способность. Планирую поступить в СФУ на военную инженерию и быть командиром. Обучение волонтеров заканчивается на этой неделе. Почти месяц они тренировались, и сейчас организаторы отберут самых лучших и ответственных добровольцев. Как они справятся со своей задачей, мы увидим уже совсем скоро. Форум начнется 18 февраля. Алина Штокова, Павел Патрилицын. Новости. Сегодня мы начинаем новую рубрику «Всем наука», в которой каждую неделю будем рассказывать об открытиях и разработках ученых, изобретателей и инноваторов со всего края. Первая серия посвящена клонированию. В Институте леса Сибирского отделения Академии наук ученые получили клоны-лиственницы. Причем саженцы находятся не только в пробирке, но и в открытом грунте. Это уникальная технология, в ней разбиралась Екатерина Погорелова. Ей слово. В этих пробирках у нас находится масса зародышей. В каждом кусочке, то есть в грамме, до 11 тысяч этих зародышей. Сначала образцы для эксперимента тщательно отбирают. Не каждое дерево можно клонировать, нужны самые лучшие. Их ткани поочередно помещают в питательную среду, где и происходит вызревание. В результате появляется зародыш – будущее клонированное растение. После чего его пересаживают в среду для прорастания. Этот процесс занимает до полугоду, говорят специалисты. Но даже во время клонирования могут происходить изменения, которые будут отличать деревья. Сейчас стоит большой вопрос, клоны они друг к другу на самом деле или нет. Потому что в теории они, конечно, клоны, так как это вегетативное размножение. Но в культуре ткани иногда из-за разных факторов происходят мутации, например. И из-за этого нужно подтвердить качество, то есть что они действительно клоны друг к другу. Подобную биотехнологию в стране больше нигде не используют. В 2013 году исследователям из нашего института леса этот способ даже удалось запатентовать. Теперь в Красноярск приезжают ученые со всей России, Китая и Кореи за опытом. Уникальность методики в том, что клонированные деревья ничем не отличаются от обычных. Но они в два раза быстрее растут и имеют устойчивый иммунитет к болезням и вредителям. Мы лиственницу размножаем. Мы же не просто берем лиственницу. Лиственница очень сильно повреждается лиственничной почковой галицей. Есть такое насекомое, которое почку поедает. Это бич для семенных плантаций вообще. Мы выбираем устойчивые деревья и, конечно, клонируем их. Деревьев этих очень мало, их единицы. Вот у нас три дерева, три дерева из таких, которые мы склонировали. Они устойчивые, пока галица нет. Но в лаборатории выращивание клонированных деревьев не заканчивается каждую весну. Ростки из пробирок высаживают вот в этой теплице. Сейчас здесь около 20 лиственниц. В мае здесь появится 200 саженцев, которые сейчас выращивают в пробирке, а деревья из теплицы пересадят в открытый грунт. Пока четкую технологию клонирования удалось разработать только для лиственницы. Но научные работники на этом не останавливаются. Подобным способом пытаются клонировать кедр. Причем над этим активно работают молодые ученые. Мы очень сильно надеемся, что и верим даже, что мы, проделывая весь этот процесс, начиная от клетки до полноценного растения, мы все-таки клонируем кедр. Это будет поистине великое открытие не только в истории России, но и вообще мира. Просто нужно терпение и время. Можно экспериментировать разные, может быть, использовать другие манипуляции. Все-таки найти тот самый нужный кедр, дерево. И вообще еще, может быть, искать тот дерево, которое даст нам нужные плоды вот эти. По словам ученых, клонирование деревьев – это технология будущего. Только из одного грамма исходного материала можно получить до 11 тысяч зародушей. Пока более удачного и простого способа размножения здоровых деревьев и восстановления генофонда в науке нет. Однако специалисты подчеркивают, что использовать эту технологию клонирования на человеке невозможно. В первую очередь из-за этических соображений. Но и процессы не до конца изучены. Клетка человека и растения имеет много различий. Екатерина Погорелова, Алексей Гусев. Новости. В Красноярске выпустили сборник рассказов, посвященный нашим землякам, погибшим на Северном Кавказе. О каких военных подвигах и историях из жизни написано в книге, расскажем далее. Субтитры создавал DimaTorzok Девятнадцать фабрик, семьдесят две коллекции. Сотни тысяч квадратов капеля в наличии на складах. Любые коллекции под заказ водолей. Крепковид для кур и птицы. Это кальций, фосфор, минералы для крепкой скорлупы яиц, здоровья и яйценоскости кур. Вы расслаблены. Одной рукой вы переключаете каналы, другой пересчитываете сэкономленные деньги. Опять перетеливаете. Нет, греки чают не тревожить вас. Вы спокойны. Как вам? Спутниковое телевидение и телекарта. Живите с легкостью. Впервые в Красноярске. Новое захватывающее шоу. Дельфины и пираты Карибского моря. 231-64-64. Торговый центр «Домер». Продолжаем выпуск. Сегодня в Краевой библиотеке прошла презентация книги «Памяти павших. Северный Кавказ». В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий, вдовы бойцов, общественники и члены правительства региона. В этом издании очерки о 189 солдатах и офицерах из нашего края, не вернувшихся с полей сражений. Создать книгу предложила общественная палата ветеранов. Инициативу поддержал губернатор Виктор Толоконский. Материалы искали и систематизировали журналисты местных газет. Они записывали истории, рассказанные родными и близкими героев, делали копии документов и фотографий. Это уже вторая подобная книга. Первая была посвящена российским воинам, погибшим в Афганистане. Новое издание отправят в войсковые части края, а также в библиотеки и в школы. Чувство такая очень трагическая, но очень важная книга, которая, думаю, станет важным документом с точки зрения сохранения памяти, а с другой стороны, очень воспитательным пособием для наших новых поколений красноярцев. Воспоминания, отношения ко всему, какой был человек, какой на работе, какой в семье, вообще какой он был. Вот что, ну естественно, какой. Хороший, хороший был, замечательный человек. Воспоминания одни хорошие остались, потому что помнится всегда все хорошее. Сегодня в поселке Емельяново представители управляющей компании и жильцы одного из домов принимали работу у подрядчиков. В рамках программы по капитальному ремонту на доме привели в порядок крышу. И, по словам специалистов, новая кровля простоит еще 50 лет. Екатерина Погорелова расскажет подробности. По программе капитального ремонта вот в этом двухэтажном доме отремонтировали полностью крышу. Подрядная организация провела полный комплекс необходимых работ. Приводить в порядок кровлю начали в октябре. За это время заменили утеплитель, деревянные перекрытия и шифер. В декабре работы по дому были завершены, однако по просьбе жителей было добавлено несколько штрихов. Поэтому официальная приемка состоялась только сейчас. Крышу в этом доме не ремонтировали более 50 лет. Весь материал был... Стропильная часть была гнилая, то есть ее меняли. Шифер был в плачевном состоянии. То есть утеплителя как такового практически не было. Там был шлак, который пролежал 50 лет. Можете представить, что с ним стало. Как минимум 5 лет. А так, я думаю, что срок службы этой кровли еще лет 50 простоит. За ремонтом внимательно следили жители дома. По их словам, во время замены кровли на вторых этажах было, конечно, прохладно. Однако все собственники квартир результатом довольны. Теперь у них тепло. 15 градусов было в квартире, мерзли. У меня мама, так она в куртке спала. Такой холод был. Потому что шлак убрали, а утеплитель ждали, когда его привезут. И все, вот мы из-за этого мерзли. Потом, как только положили утеплитель, все нормально у нас стало. Все тепло. Сейчас у нас 25-26 градусов тепла. Хорошо. Спасибо строителям, конечно. Во время ремонта этой крыши немного задержали поставку стройматериалов. Поэтому, опираясь на этот опыт, при работах в других домах утеплитель будет снимать постепенно. Чтобы сразу его менять на новый. Делаем работу над ошибками. Предусматриваем мероприятия, которые позволят нам избежать уже тех ошибок, которые были, допустим, может быть, у подрядчиков даже в начале. Но здесь, хочу сказать, в любом случае, конечно, очень дождливый был у нас в сентябре и октябре. И работы продлялись, договора продлялись по природным, по климатическим условиям. В дождь мы не решались открыть крыши. Сейчас по всему региону заканчивают делать капитальный ремонт, который начинали в прошлом году. И в скором времени начнется новый этап работ. В планах привести в порядок 447 многоквартирных домов по всему краю. Екатерина Погорелова, Максим Галат. Новости. Необычный конкурс в Красноярске. В караоке-клубе состязались солисты Красноярского оперного театра. Об этом далее. Раковина красивая, но займет пол ванной. Это слишком широкая, слишком квадратная. Вот, и полочка, и зеркало, и шкафчик – мое. Среди трех сотен моделей санфоянса каждый найдет для себя ту самую. Водолей. Желаем вам только хорошего. Есть вещи, без которых можно легко обойтись. Но их так сильно хочется. Обратитесь в АТБ. Возьмите кредит «Просто 15». Побалуйте себя или своих близких. Осуществите мечту. Кредит «Просто 15». Единая ставка 15% годовых. АТБ. Банк простых и быстрых решений. Привет. Мы что хотим сказать? Низких цен иногда приходится ждать. Вот Нина ждала скидок на шубу красивую. Валера к зиме только цену на велик осилил. А Роме купили на распродаже формы. Так ожидания низких цен превращаются в норму. Хорошо, что бывает наоборот. Низкие цены – круглый год. Низкие цены не зависят от сезона. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на «Теле-2». Тариф «Черный». Честно – дешевле. Возвращаемся к новостям. Два тенора и один бас против трех девичьих голосов. В Красноярске прошел первый оперный караоке-баттл. В необычном вокальном поединке сошлись артисты Красноярского театра оперы и балета. На битве голосов побывала Анна Московских «Ей слово». Оперный баттл открыл бас Владимир Камович. Его домашняя заготовка – известная песня Муслима Магомаева. Каждый из шести артистов, принимающих участие в битве голосов, выбрал песню, которая лучше всего раскроет вокальные данные. Для необычного сражения они разделились на команды – девочки против мальчиков. На сцену караоке-бара оперные звезды выходят впервые и, признаются, очень волнуются. Для кого-то это было немного шоком. Но мы подсобрались, порепетировали, выбрали песенки. Хотя, открою небольшой секрет, уже сейчас на репетиции мы практически поменяли весь репертуар и нам сказали, что некоторые номера нам придется петь экспромтом впервые. Так что мы немного волнуемся. Наше сердце трепещет, но я думаю, что все состоится отлично. И если Инна Спудина и в самом деле волновалась, то публика этого, скорее всего, не заметила. Ее выбор песни немало удивил зрителей. Такого от оперной дивы они не ожидали. А вот ее коллега Дарья Рябинко исполнила классическое оперное произведение. И что интересно, она решила не использовать микрофон. Раз уж было объявлено, что их оружие – голос, именно им она и постаралась добыть победу своей команде. Были у артистов и задания от организаторов. Например, показать жестами мелодию, которую должен угадать партнер по команде. Еле спеть дуэтом. Победители определяли по числу отметок «Нравится» в одной из социальных сетей. По результатам на четыре сердечка больше получила команда девушек. Но в конечном итоге в самом большом выигрыше, конечно, остались зрители, которые смогли увидеть артистов в необычных амплуа и, возможно, полюбить оперу. Анна Московских, Максим Галат. Новости. Сообщайте свои новости по телефону редакции 236-0136. Оставляйте отклики и комментарии к нашим материалам на сайте inisi.tv. Далее смотрите прогноз погоды на завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова